Приветствую вас Артём, и если вы внимательно перечитаете свой текст, вы увидите в нём противоречия. В первую очередь вы говорите, что хотите заниматься музыкой и войти в мир музыки, с другой стороны вы говорите, не поступайте мне в 27 лет в музыкальную школу или консерватору. И вот это вот противоречие, оно показывает, что вы сейчас будете играть в игру «да-но». В эту игру «да-но» можете сами изучить в интернете, она в сути заключается в том, что человек чего-то хочет, хочет чтобы ему что-то предложили, но постоянно будет отказываться от любого предложения, потому что в глубине души хочется убедиться в том, что нет никаких вариантов для того, чтобы человеку реализовать задуманное. Но человек это делает вовсе не потому, что не хочет, а потому что боится успеха, боится как-то того, что получится. В данном случае вы боитесь того, что ваши родители от вас отвернутся, лишат вас поддержки и так далее. Вообще, я думаю, что начинать нужно именно с этого противоречия, как не парадоксально. То есть вы или делая музыку, условную музыку, своей новой такой вот целью, значит, соглашаетесь на любые действия, даже в самые, в кавычках, ненормальные, такие действия, которые вам, словно говоря, могут казаться ненормальными. Потому что, как гласит одна поговорка, чтобы получить то, что у тебя никогда не было, нужно делать то, что ты никогда не делал. И для этого, конечно, требуется определенная смелость, риск и так далее. И принятие того факта, что да, от вас совершенно спокойно могут родители отвернуться, совершенно спокойно родители могут посчитать вас предателем. И с своей точки зрения они, наверное, будут правы. В том смысле, что таким образом продвигают свою стратегию и свои интересы. Вот. Свои взгляды таким образом продвигают. И ничего необычного в этом, как мне кажется, нет. Другой вопрос, что ваша жизнь никак их не касается. И такой ключевой, пожалуй, что системный момент заключается в том, что вы считаете себя обязанным оправдывать ожидания родителей. Ну, вы привыкли это делать на протяжении большого количества своей жизни. И, вероятно, ну, вероятно, по-другому свою жизнь не видите. Хотя, безусловно, она эта самая жизнь, как бы, ну, в другом контексте она есть, и она вполне существует. Просто вам нужно учиться говорить «нет» своим родителям. А вот что-то вас сейчас блокирует. То есть что-то вам, условно говоря, не позволяет этого делать. Вот. И, конечно, можно догадываться что, но мне бы этого не хотелось. Вот. То есть, один из ключевых моментов является то, чтобы вы учились говорить родителям «нет». чтобы вы учились, чтобы вы учились своим родителям, ну, условно говоря, отказывать. Своим родителям, ну, не соглашаться, условно говоря, с своими родителям. Вот. А, ну, ключевой, ну, ключевой момент. Как мне, по крайней мере, кажется, и как мне, по крайней мере, видится. Другой вопрос. Хотите ли вы этого и готовы ли вы к этому? Потому что это ведь, если так подумать, не так уж и легко. То есть, ну, в том смысле, что вам будет, вероятно, больно, вам будет, вероятно, страшно, вам будет неприятно и, возможно, даже что это болезненно. Вот. Поэтому моя идея заключается в том, чтобы научить вас вот этой вот силе, научить вас силе сказать «нет». Вот. Хотя, безусловно, повторюсь, вам, может быть, это нелегко, вам, может быть, это трудно быть. И это, ну, в какой-то степени, в какой-то степени это нормально здесь. Вот. Поэтому как, как войти в мир музыки, я думаю, вы разберетесь сами, когда избавитесь от чувства вины и чувства долга перед родителями или, по крайней мере, снизить эти элементы настолько, чтобы вам это не мешало. Вот. Это то, что я могу вам сказать с точки зрения вот именно психологии, с точки зрения именно психотерапии, с точки зрения именно своих практик и опыта, которые у меня есть. Вот. И обратите, пожалуйста, внимание на противоречия, которые у вас есть, да? То есть вы с одной стороны хотите, с другой стороны как бы оберегаете даже потенциальные возможности. Вот. Ну, потому что лично, например, я думаю, что если вам хочется поступить, ну, вот, на музыкальную, там, музыкальную школу, точнее, вот, то я не вижу особых причин, по которым бы вы могли бы не поступать туда. То есть я не вижу абсолютно ничего в этом такого, я не вижу абсолютно ничего в этом плохого, что вы, вот, поступите, там, 27 лет, 30 лет, это какая разница, какая разница, господа. Ну, вот, поэтому моя идея заключается в этом, но я отдаю себя отчет в том, что вы можете думать иначе. Я отдаю себя отчет в том, что вы можете думать по-другому. Я отдаю себя отчет в том, что для вас все может быть не так просто, что вы можете бояться, что вы привыкли полагаться не на себя условного, да? Она, она, там, грубо говоря, родителей, вот, и в данном случае это, мне кажется, естественно, поэтому потребуется какое-то время, чтобы вы научились, чтобы вы научились прислушиваться к себе, чтобы вы научились, чтобы вы научились, ну, относиться что-ли к себе более ценностно, относиться к себе что-ли более конструктивно, более корректно, вот, более чутко, более внимательно, более гуманно. Вот, мне кажется, что примерно такой ответ можно было бы вам здесь приглашать. Также я думаю, что нет случайного в том, что вы увлекаетесь тем же, чем увлекает ваш отец. То есть, мне кажется, что нет случайного в том, что вы увлекаетесь музыкой, как и ваш пап. И мне кажется, что нужно иметь вам, в первую очередь, честно, чтобы признать, что, может быть, отец ваш и не такой уж и плохой, и что может быть не так уж и согласны со своей, например, мамой в том, что, ну, как-то вот, что отца не нужно, ну, к вам подпускать, как вот вы говорите, вот. То есть, мне кажется, что вам можно было бы попробовать с отцом самостоятельно сблизиться, да, не боясь, что он вас переменит, переманит, простите, вот, как вот вы говорите, да, там, в свою, там, секту и так далее. Вот. То есть, в целом, ну, да, история про, знаете как, про постоянное ваше принижение. Ты не справишься, ты не сможешь, у тебя не получится и так далее. Вот. Мне кажется, что вам даже, вам даже, мне кажется, попробовать не дают. Вот. То есть, конечно, вашу маму можно понять, в том смысле, что она хочет вас защитить, но, на мой взгляд, это зашло как-то уж слишком далеко, как мне, как, как мне кажут. Это зашло, потому что слишком далеко и, за этой защитой вы уже, как бы, потеряли себя и, ну, вообще, вот, не привыкли, там, не знаю, полагаться на себя и прочее, прочее, прочее. То есть, это зашло вам уже во время. Да? Получается. И, моя идея, она в том, чтобы вам учиться полагаться на себя. Да, да, это, конечно, определенный риск, это всегда риск. Мне кажется, что это абсолютно нормальная история. То есть, абсолютно нормально, что, ну, что это, что-то может быть риском, абсолютно нормально, что для вас это может быть испытание, но только, только так вы сможете научиться операться на себя. Да, да, и только пройдя через переживание, отвержение родителей, вот, все, что еще не факт. То есть, конечно, они, наверное, будут недовольны, но, как бы, не факт, что, прям-таки, уж, ну, считают вас предателем каким-то и так далее. Но, тем не менее, да, такой риск, конечно, есть и, естественно, что не стоит, как бы, это сбрасывать со счетом. То есть, это вполне может быть. Поэтому, да, ничто не дается просто так, к сожалению. Если вы хотите чего-то достичь, то нужно за это, ну, не бороться, но нужно к этому идти. И, конечно, сопротивление будет. Это сто процентов. Вот, сопротивление будет и, в общем и целом, сопротивление это, как мне кажется, нормально. И, наоборот, подчеркивает ваше желание. То есть, если вы пройдете через сопротивление, вы сможете понять, ваш это действительно или нет. А если вы остановитесь на этом сопротивлении, подумаете, что оно мне не нужно, этого не стоит. Вот, то, соответственно, как бы, это значит, что не ваш. Вот. Понимаете? Поэтому я не думаю, что вам нужно прямо сейчас рвать со своей работой и уходить с нее. Мне кажется, это больше такое, знаете, жесть отчаяния. Мне кажется, что это в какой-то степени, ну, что называется, крик. Да? Вот. Это перевес уже в другую сторону. Поэтому постепенно, постепенно, потихонечку, потихонечку, потихонечку нужно сначала разбираться в себе, ну, вот. Потом устраивать отношения с родителями, ну, вот. Потом что-то себе разрешить, например, разрешить себе жить, там, условно, там, не знаю, своей жизнью, да? Вот. И по помощи смотреть на то, куда вы готовы двигаться. Вот. Потому что если вы сейчас сразу идете в своей работе, хотя она вам не нравится, и там, если прямо сейчас вы резко начнете менять свою жизнь, то это может быть для вас травмирующая, также травмирующая, если не больше. Поэтому не стоит рвать и не стоит завершать резкие движения. Вот. Я бы, наверное, сказал так. Ваше желание, вот, оно понятно. Ваша неудовлетворенность, оно понятно. Но вы можете серьезно себе навредить. Вы можете серьезнейшим образом себе навредить. Потому что, чтобы этого не было, начать начинать, ну, неаккуратно. В первую очередь, разобраться в себе. В первую очередь, повысить осознаваемость замечаний о своей жизни. И, вернее же, о размещении этого в контакте с другими людьми и с собой. Потому что я думаю, что, совершенно не случайно, вы пытаетесь всю жизнь пытаетесь оправдать надежды своих родителей. Как бы вы не чувствовали вину перед мамой и отчином за своего отца. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. И буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой.